приветствую дорогой николай добрый день у меня книжка такая у вас много книжек именно эту книгу как бы еще тем более задняя обложка или передняя это передняя задняя обложка там вот нет я именно эту книгу не помню а вот эту фотографию мне делал мой друг лев мелехов величайший фотограф а вот эту фотографию я помню потому что когда было ваше день рождения эта фотография мне очень понравилась а теперь я посмотрел я также с трубкой был взял какую-то из своих трубок старых на иосиф виссарион все похоже чтобы казаться серьезнее а это у вас трубка не поддельная вы сам дели курить я не видел вас курять я не курю сейчас трубку я для тебя специально это называется имидж имидж это все серьезнее солиднее ну да 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 потому что я живу на прошлом ролике сказал что я придумал фразу фразу придумал исходя из такой глубочайшей проработки понимания как работают две половины мозга как они общаются когда человека в созидательном процессе и когда в восстановительном процессе у меня заинтриговали вы откроете эту фразу или нет я тоже ее не знаю с нее начинается новая эра когда я ее буду открывать с нее начнется новая эра медицине психологии психофизиологии нейрокибернетики психокибернетики ну да это же потрясающе ну да на случай у нас есть как бы этот проработок вы же помните такую книжку в начале было слово ну и в любом проекте в начале было слово ну да да и там была попытка то там была попытка чтобы люди были здоровыми и счастливыми любили друг друга ну 2000 лет прошло до сих пор не произошло этого у нас новая эра водолея началась и для этого должно быть учение что наша научная школа хомо-футурус как претендует тоже на свою лепту ну конечно именно поэтому что школа человек будущего хомо-футурус она с нее и начнется я вас сторонник я с вами мне уже коменты пишут кто как думает по поводу этой фразы что это за такая фраза еще не открыли эту фразу давайте открывайте тайну нет это извините тайна то ли золотого ключика то ли помните там это дверца дверца открой тайна золотого ключика открой сим сим откроет дверь да помнишь как у сима сим сим это другое это уже алибаба там 40 разбойников А мне вспомнилось Буратино, и там дверцы, тайну золотого ключика, им надо было это там. Да, 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 правильно, правильно. И сверчок и прочее. Ты знаешь, почему я как раз на эту тему хотел именно с тобой поговорить? Потому что ты мне предлагал в прошлый раз как-то разбить на темы, ты говорил о промышленной психофизиологии, ты что-то говорил. Да, да, вот у вас, уважаемый Хосай Магомедович, два колоссальных направления, вот итог всего вашего жизненного пути. Вы реально и много занимались психофизиологией труда, психофизиологией промышленности, конкретно работали на радиоэлектронную промышленность и создали руководители лаборатории, конкретно работали в аэрокосмической отрасли, в Центре подготовки космонавтов, как говорится, использовании ваших методов для их адаптации и борьбы с ответственностью. Да, к невесомости и к нагрузкам, да. Ну, поэтому вот эта тема здоровья здоровых, со школьниками, студентами, психофизиология, интеллектуальной деятельности, вот интеллектуальная деятельность, она как бы касается и работников инженерного труда, и студентов, и преподавателей, ну, широкая сфера. Интеллектуальная деятельность, она на самом деле касается всех в той или иной степени, как бы, это универсальная тема. И получается, и есть, ну, назовем это здоровье больных, которые реально испытывают вот сейчас колоссальные средства и психологические, как бы, нагрузки и прочее, им нужна, ну, как сказать это. Но тот момент, что я вас, вот, ваши труды я сравниваю, по сути говоря, продолжение трудов Пирогова, Николая Ивановича, потому что он работал, медицинный катастроф, и когда, извините, вот поле боя, и колоссальное количество, как говорится, уже, как их назвать, то ли пациентов, то ли раненых, то ли, которые при смерти, и которых надо это. И вот именно ваши методы позволяют работать с большим количеством людей и налаживать, как бы, вот эту систему. И это самые быстрые, самые эффективные методы. И надо, вот как в свое время, скоро будет, дай бог памяти, 140 лет Гастева Алексея Капитоновича, он создатель Центрального института труда и, фактически, инструкторы, и школу инструкторов он создал. Он подготовил, по-моему, 20 тысяч инструкторов и полмиллиона, как бы, ну, назовем, восклицированных рабочих, прочее, для нашей отечественной промышленности. То есть он поставил это на поток. Это все на базе профсоюзных школ, вот наша газета «Труд», «Рупор» была и другие, как бы, издания профсоюзной деятельности. Но, вот, я считаю, ваши методы, они должны быть направлены, вот то, что раньше, сегодня это МЧС, а раньше была гражданская оборона. Извините, каждая школа, каждый университет, каждое образовательное учреждение профессионального образования, в данном случае, в минуты опасности, там, химическая, ядерная и прочее, заранее было, как говорится, пути отхода, пути, там, эти, при пожарах, катаклиновых, химических, ядерных и прочее, куда это, куда эвакуироваться, прочее, как работать в этом средствовом режиме, как помогать людям. И то, что сегодня, ну, есть всякие курсы, ну, безопасность жизнедеятельности, это, вот, а при каждом, допустим, где масса людей находится, вот я опять говорю, учебное заведение, школьники, студенты, там, само собой, есть, как бы, ректор, который за все это отвечает, или директор этого учебного заведения, но есть непосредственно ответственные сотрудники. И есть три категории, как бы, я считаю, людей, которые надо учить и применять именно ваши методы. Это профессиональные психологи, это воинруки, физруки, которые реально умеют, как бы, строить, реально применять это в ежедневной, как бы, деятельности ваш метод. Он, в том-то, ваш метод хорош, что он, как бы, для ежедневной, интенсивной работы сходится. И в минуты чрезвычайных ситуаций, но я считаю, вашим методным подходом нужно учить с детского сада, то есть ребятишек. И тогда было бы все верно. Вот такие мои вещи. Это все верно, вот теперь только остается, как механизм этот сделать. Давайте вы фразу-то откроете, нет, когда вы ее будете открывать? Я не понял. Я насчет фразы сейчас скажу. Я насчет фразы. Потому что это не просто фраза. Хорошо сказать какую-то фразу, типа, допустим, будь здоров, или еще что-то такое. Нет, это же не в этом дело. В этой фразе лежит некий смысл, который сразу понятным образом становится для любого человека. Такого раньше не было никогда. Ни психологии не было, ни психотерапии не было. Нигде не было такой фразы, которая бы открывала бы, открывала бы некий алгоритм. Но это, извините, на самом деле, мы знаем, все слова многознательные и ваша фраза, это своего рода будет гипертекст, то есть составленное предложение, в котором много мощных смыслов, и которые поймут все. И заметьте, в одинаковом ключе. Да, 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 однозначно поймут. Именно в этом и преимущество, и отличие, и особенности. А ваша фраза будет на русском языке, на английский не пытались переводить или на другие? Нет, я не пытался переводить, она на русском языке, на понятном языке, ее кто хочет, может перевести на свой язык, и ошибок там будет мало. Потому что, я сам этим доволен, потому что до меня это дошло, понимаешь? Оказывается, Николай, я много раз это делал, просто я это не обозначал, но почти это делал, почти. Поэтому никто не мог понять ценность этой фразы. На самом деле, там уже несколько раз я ее уже произносил, но не так точно, как я сейчас собираюсь сделать. Потому что, когда я произносил это тогда раньше, вот эти несколько лет назад, допустим, я сам еще не понимал, насколько это ценность. Потому что для меня это оказалось естественным. То есть, это получается не просто ключ, а ключ ключей какой-то? Ну да, да, да. Ну как вот это вот ЕМЦ квадрат, да, вот и все, да? Ну это же продумать надо было, чтобы так сформулировать, чтобы там все заключалось. В данном случае, слово ключевая фраза вас устраивает? Ключевая фраза метода ключ. Ключевая фраза метода ключ, который раньше и быть не могло, потому что здесь впервые в мире используется энергия стресса. Энергия стресса, как в Айкидо, перебрасывается на решение нерешаемых задач, которые человек раньше не мог решить. Они казались ему недоступными. Ну методология инструментарий, как бы ключ, она обширна. Какие нюансы вы хотите тут раскрыть? Тут же опять хитрая штука. Я хочу раскрыть для любого человека, для любого человека, чтобы он мог приводить себя в порядок, быстро восстанавливаться, настраиваться на решение различных вопросов. Личных вопросов, межличных вопросов, вопросов здоровья, вопросов обучения, чтобы там все было. Вот в этом суть, что такую фразу еще никто никогда не придумывал, только потому, что никто такой задачи себе не ставил. Придумать такую задачу. Саня Магмедович, извините, вот в этом видеоролике мы эту фразу услышим или это будет следующий? Нет, я ее пока не буду выдавать вот так вот. Почему? Объясняю. Потому что я с тобой вместе и с участниками нашей школы, уважаемыми, мы должны вместе сформулировать некий механизм, с помощью которого у нас бы эту фразу не забрали под использование для манипуляций. Ну, я понял. Потому что это сокрушение. Ну, как бы вот эта тема плагиат и приоритет важна, чтобы эта фраза пошла от нашей школы, да? Не только что плагиат, меня это не, я не пою плагиата, я наоборот во всех книгах открыто пишу. Нет, ну, слово плагиат, когда без ссылки на автора. Ну, да, дело в том, что я много и в газете труд, ты говорил о труде, о промышленной психофизиологии, у меня в журналах электронная промышленность из номера в номер, все это есть кусочки этого. И не произошло там ничего, никакого большого события не произошло, как не произошло и сейчас, когда было написано. Можно еще одну тему затронуть. Я понял, мы готовим специальный ликбез, вы меня туда приглашаете, но у меня к вам такое еще предложение. Значит, раз уж мы начали говорить о методологии инструментарии как бы ключ, о какой-то ключевой фразе методологии ключ, значит, то я предлагаю еще один раздел, который можно обговорить. Значит, у нас есть прекрасная символика лом футурис, то есть это вы сами нарисовали вот это, как бы, назовем так, космический человек, который там среди звезд и прочее на синемном фоне, прочие там звездочки, где сердце и стремится. Я покажу тебе, если ты его забыл. У меня такое предложение, а давайте с вами вместе поработаем над созданием символики, атрибутики методологии ключ. Она должна быть другая, дополняющая. Это как вот, извините, вот если наверху должна быть вот эта космическая символика, то внизу, если типа знамени, стяга, баннера, то внизу должна быть, да, 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 да. Ну, это иногда вот на синем фоне бывает, это там звезды могут быть золотые, белые и прочее, человек, устремленный к звездам, вот так его назовем. Да, звезды над нами, космос внутри нас. Да, но это символ человека, устремленного к звездам, да. Что ты предлагаешь, здесь нужно написать, школа? Я не это предлагаю. Вот есть понятие знамя, баннер, и я предлагаю, поскольку у нас в основе нашей школы гомофутурист, а это символика нашей школы гомофутурист, гомофутурист, мы договорились, это человек творческий, человек ноосферный, человек интегральный, человек космический, ну, можно, как бы, человек мыслитель, философ и так далее, растворческий. Значит, то есть расшифровывать можно, значит, но в основе лежит методология ключ, а давайте вот, ну, если откроешь, как бы, символику, вот, слово ключ, ключ, это может быть родник, бьющий из земли, может быть, музыкальный ключ, может быть, ключ, который открывает двери, может быть, несколько ключей, поскольку у нас подбор ключей идет, ну, там, допустим, перекрещенные ключи. Вот давайте подумаем и создадим для нашей школы, попросим профессионального художника, прочее, дополнительную символику, которая дополняет это, именно методологий ключ, это как товарный знак, как бренд нашей школы. Ну, надо нашего Константина Михайлова попросить, который вот этот логотип сделал на этой доске. Да, 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 да. Я готов с ним поработать, потому что я не художник, я не художник, это вы художник, а вот от Шторма. А брендингом я занимаюсь профессионально. Да, вот Константина Михайлова мы попросим, и Александра Сунцова мы попросим. Да, 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 да. Почему? Суть такая, что содержать у меня часть. Ну, да, чтобы это было с Геральдикой. Да, это наша Геральдика будет, да, да, да. Отлично. Я тебе что хотел сказать, Николай? Дело в том, что вот эти фразы, которые обычно в жизни есть, которые мы встречаемся и в Библии, и в Европе. А фразы можно понять только в контексте, если не видишь контекста, фразу можно переврать. Истина в контексте. Я всегда говорю всем друзьям, чтобы помнили, когда они мне пишут какие-то вопросы или там комменты, что истина в контексте, чтобы конкретнее писали, понятнее писали. Потому что истина в контексте. Это правда. Теперь я что хочу сказать. Дело в том, что и Библия существует, и Евангелие существует, и очень много существует методов и подходов. Но все равно войны происходят. Значит, чего-то не хватало. Поэтому наша школа человека будущего, как раз таки, я поэтому и сформулировал такую фразу, которой никогда раньше не было. Ни один психолог такого не писал, и ни один психотерапевт не писал, и ни один философ не писал. Нечто такое, благодаря чему любой человек может посмотреть и сразу понять, что нужно сделать и в какой последовательности для того, чтобы получить ожидаемый результат. Улучшение состояния. И научился управлять своим состоянием лучше, чем раньше. Вот, честно говоря, вы меня заинтриговали. Это для меня, ну, типа ребуса, типа загадки какой-то. А это даже, потому что это немыслимо, понимаешь? Мне это в голову пришло. Ну, ладно, ладно. Ну, озарило вас. Ну, озарило, ну. Ну, озарило, озарило, конечно. Ну, потому что я всю жизнь этим занимаюсь, поэтому и озарило. И школа все этим занимается. Мы там создаем научу человечества. Ну, Хасай Магмедович, мы вас в голове озарение и видим как-то. Ты представляешь, это логически так произошло, потому что это закономерно. Ну, во-первых, закономерно, потому что это школа, чьей будущего. Извините. Это делается то, чего раньше никогда не было. Извините. Я помню там одного исторического персонажа, который кричал в этом случае Эврика. Эврика, да-да-да. Ну, правильно, да. Хотя яблоки падали на каждого. Нет, вы уже на Ньютона, а я говорю про Архимеда. Архимед лежал в воде, в ванне. И он кричал Эврика. И он вскрикнул. У меня в книге «Защита от стресса» 1996 года, посвященная внучке моей, Гретхе, написано, почему именно Архимеду в ванне сказал Эврика, посвящая Гретхе. И я это написал. Почему он это сказал? Ну, вот же в чем дело. Дело в том, что мир вокруг нас дает нам миллионы шансов, но открывают те, которые к этим шансам подготовлены. Я как раз таки придумал фразу. Александр Магмедович, скажите, пожалуйста, уже, наверное, наш ролик пора заканчивать. Пора заканчивать, заканчивать. Когда вы планируете сделать зумлик без встречи со своими там... Бесплатный ликбез мы регулярно, который проводим бесплатный ликбез. Нет, именно на эту тему. Когда вы планируете? Через неделю, через месяц? Нет, мы сегодня объявим. Сегодня вечером объявим, когда у нас будет. Или сегодня ликбез будет вечером, или завтра будет ликбез. Мы сегодня объявим. Да, вопрос не в этом. Ликбезы у нас будут, как бы... Нет, нет, нет. В данном случае этот ликбез особенный. Вы там хотите эту фразу произнести? Нет, я эту там произносить не буду. А когда вы ее произнесете? Через три месяца, через год? Сейчас, сейчас скажу. Послушай меня внимательно. Сейчас мир, мир, весь мир нуждается в переходе, в количественном, в качественном переходе к новой эре. К новой эре, которая освободит людей от каких-то штампов, страхов, стереотипов, комплексов. И люди заживут как-то более качественно, более здорово, лучше, чем раньше. Весь мир нуждается. И поэтому наша школа «Человек будущего» подготовила, вот в моем лице в данном случае, подготовила такую фразу, которая открывает эту новую эру. Вот что я хочу сказать. Это еще не до всех сразу может дойти. Вот сейчас. И поэтому, если я сейчас возьму на ликбезе это буду произносить, или еще где-то буду произносить. Люди, которые неподготовленные, они, ну да, ну да, они же не понимают, о чем идет речь. Там же много новичков. Надо же всех подготовить, чтобы и новички тоже поняли, что за этим стоит глобальное изменение в жизни. Это не просто так. Это сокращение кризисов и войн на планете. Это сохранение разума на Земле. Ты сказал сегодня очень хорошие вещи. Здоровье здоровым, промышленная психофизиология, школы, институты. Надо добавить еще боксеры, пловцы, родители и педагоги. Действительно, у нас есть для космонавтов, спортсмена, спорт высоких достижений, просто спорт. И есть так называемая ежедневная профилактика и поддержка собственного самочувствия и контроля собственной психочувственной сферы. Я напоследок тебе сейчас хочу сказать, у меня давно созданная райская группа ВКонтакте, райская группа и в Фейсбуке, по-моему. Ну, или ВКонтакте, или в Фейсбуке. Я давно обещал нашим уважаемым, любимым, дорогим участникам школы Чекбуша, Хомо Футуру, запустить туда в райскую группу, где они будут получать то, чего никогда нигде не могли получить. Да, да, да. То есть я не просто говорю и интригую. Райские кущи или даже горьи есть там? Что у вас там есть? У меня там есть так называемая игра в Творца. Игра в Творца. Там есть некий методический механизм, с помощью которого человек может выходить на состояние, которым он может создавать оригинальные идеи, а не мысль по шуму. Смотрите, давайте так. Человек управляется образами. Что у вас там привлекательно есть? Райские кущи, там вкусная еда, красивые девушки там, девственницы. Ну, что там у вас привлекательного-то есть? Слушай, я тебе хочу сказать, у каждого человека понятие рая свое. Для некоторых девушки гории сидят на деревьях, а для других там счастье изобретательского творчества. Счастье Творца. Ну, вот, Коленька, видишь, ты здоровый. Рай, Эдем, парадист, Елисейские поля – это слова-синонимы. Хорошо, хорошо. Мы еще придумаем что-нибудь. Но я хочу сказать для всех друзей, этого никогда еще в мире не было, а теперь будет. Теперь будет. И пускай наши дорогие философы, психологи, психотерапевты, нейробиологи, психокибернетики, пускай все девятся, какое диво мы сотворили. Наша школа – человек в будущем. Какое диво мы сотворили. Нет, это не мы сотворили, а в данном случае получается, какое чудо нам откроет вот этой ключевой фразой, уважаемый Хасай Магомедович. Мы этого ждем только. Давай будем так. Мы еще не сотворили. Мы ждем этого чуда, а вот потом уже начнем там. Очень хорошо, очень хорошо. А сейчас как раз мы посмотрим, насколько есть интерес к тому, о чем мы сейчас говорим. И как говорят все сейчас, кто ведет YouTube-каналы, нажимайте на кнопку «Подписывайтесь на YouTube-канал», делайте лайки, пишите комменты, пишите вопросы. И по активности наших участников и потенциальных участников, которые новички, мы посмотрим, насколько люди все-таки созрели, чтобы получить вот это открытие окна в будущем. Вы меня сегодня развеселили прямо вот до этого. Я, как сказать, немного... Мы просто посчитаем, мы сейчас посчитаем, сколько будет комментов. Да. Если будет... Вот я хочу, чтобы наши зрители и наши участники школ, как говорится, были там немного заинтригованы, потому что вы меня заинтриговали, но пускай... Пускай все интригуются, потому что я за свои слова отвечаю. Ну, хорошо, вот... Я отвечаю за свои слова, потому что я тот человек... Вот вы на слова отвечаете. ...вот такой метод, который работает. Ну, Хосай Магин. Поэтому если такой человек говорит, что я это сделаю, значит сделаю. Мы вас уважаем за все ваши, как говорится, предыдущие дела и ждем от вас вот этого, как сказать... А я жду посмотреть. Вот это будет... Вот это мое приглашение сделать подписку на наш канал, посмотреть, насколько канал поднимется и этим самым определить, насколько мы на самом деле достигли такого интереса, чтобы получить именно сейчас дверь, открывая, в будущее, из нашей школы человек будущего. Ну, Хосай Магмедович, вот представляете, у вас уже создана научная школа, методология и инструментарий, как вот ключ, а вы еще хотите какую-то ключевую фразу, то ли ключевую фразу... Я же работаю не только для нашей школы, я же для всего мира работаю. Я понял, понял. Которая еще ключевее, еще ключевее, представляете? Да, 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 ты представляешь, как это здорово? Да? Это не здорово, это весело, это весело. Я так рад, что тебе весело, потому что на самом деле это новое дыхание планеты. Ну, понятно. Ну, раз еще ключевее, ну, знаете, как интересно. Да? Только так, чтобы не получилось, как в прошлые годы, когда берут, например, полиция, Росгвардия, военные, берут у меня из открытых источников, делают себе инструкции, со мной не согласовывают, и берут старые, старые материалы, которые мною опубликованы и 10 лет назад, и 20 лет назад, и по ним тренируют людей, чтобы так не получилось. Поэтому я так просто не бросаюсь словами, и эту фразу я сейчас просто так не открываю. Мудрый стали, мудрый. Не то слово. Не то слово. Смотри, какой у меня ангел-велосипедист. Я его еще не доработал. Он едет на велосипеде. Ангел-велосипедист. Я его буду еще дорабатывать, чтобы это был шедевр. Так, чтобы был шедевр. И вся школа мне помогает. Кстати говоря, у нас есть... А почему ангел-велосипедист? Мускульную силу использовать. У него должны быть крылья, и он там в эфире должен летать. А этот, знаешь, для чего? Чтобы не получилось у кого-то какой-то задней мысли, изобрели велосипед. Мы не изобрели велосипед. Велосипед это я нарисовал, для того, чтобы вы поняли, что велосипед давно изобретен. А мы сейчас изобрели нечто новое. Велосипед-то на самом деле недавно изобрели. Ну, что там, 150-200 лет назад. Это что, много, что ли? Ну да, но сейчас будет новее что-то. Что-то новее. Будет что-то новее, и поэтому это поможет всему миру. Итак, друзья, Николай, я тебе очень благодарен. Ты мне напомнил и промышленную психофизиологию, и институты, и детские сады, и педагогов, и промышленную психофизиологию, и здоровье для здоровых, профилактика для того, чтобы меньше нуждались лекарств, и так далее. Я тебя обнимаю. И всех обнимаю, друзья. Ждем. Будет бесплатный ликбез объявлений. До встречи. До свидания. А мы продолжаем дальше. Да, до встречи. Спасибо. До свидания. Сейчас я посмотрю, куда там надо нажимать, чтобы это приостановить. Субтитры создавал DimaTorzok